12 украинских военных перешли на территорию России. Это подтвердили Федеральные службы безопасности. 12 украинских военнослужащих, проходящих службу в 72-й механизированной бригаде, сегодня к сотрудникам пограничного управления обратились с просьбой пропустить их на территорию Российской Федерации в связи с тем, что они не желают продолжать бессмысленную войну, которая ведет их правительство. Заявили они об этом, когда переходили на территорию Российской Федерации. Офицеры и рядовые украинской армии прошли по нейтральной зоне вдоль границы с белым флагом и без оружия. Они попросили убежище на пограничном пункте Гуково в Ростовской области. Солдаты решили оставить службу в вооруженных силах Украины, несмотря на то, что на родине за это их ждет тюрьма. Потому что мы брошены и забыли. Уже ни припасов, ничего во всех направлениях, обеспечениях. А по нам постоянно идет обстрел по гнижению в Киеве. Однако украинские власти и здания снова ввели в заблуждение жителей страны. Два дня назад спикер Совета национальной безопасности Украины заявил, что бойцов двух механизированных бригад вывели из окружения ополченцев и отправили домой. Военные, которых Киев оставил погибать без еды и воды, удивлены таким заявлением. Под Луганском группа украинских военных готова сдаться ополченцам. Об этом сообщают в штабе самообороны. У киевских солдат закончились продукты, вода и топливо. Ну и военные пошли на переговоры. Силовики пообещали уничтожить всю технику. Ну, а это около семи десятков машин. Все боеприпасы и оружие они передадут представителям самопровозглашенных республик. В обмен на это украинские военные просят их выпустить из окружения. Однако народная армия с такими условиями не согласилась. Она просит, чтобы боевая техника также перешла в руки ополченцев.